Встреча началась с просмотра фильма, курсовой работы студента режиссерского факультета, то есть практически ровесника собравшихся. В центре события обыкновенный подросток, который готов из-за своих серьезных проблем уйти из жизни. Затем перешли к обсуждению фильма и причин, заставляющих молодых людей сводить счеты с жизнью. Во-первых, это проблема общества, которое не смогло принять его, возможно, таким, как он есть, и решил сделать так, чтобы все его увидели, чтобы поняли, что он чего-то стоил для этого мира. Затем к беседе присоединился настоятель Иосифа Володского храма, отец Петр. Попытки суицида заканчиваются успешно примерно в одном-двух процентах случаев. В остальных случаях, что будет с человеком? Инвалидность. Поэтому, с точки зрения здравого смысла, суицид – это самая неадекватная вещь, которую только можно сделать. Подобные мероприятия, направленные на профилактику суицидов, проводятся в Развилковской библиотеке регулярно. Ребята порадовали, потому что это очень сложная группа молодежи, этот возраст. Мне очень понравилось, что они не смотрели в телефоны во время беседы, во время просмотра фильма. То есть они смотрели внимательно на лектора, они смотрели внимательно фильмы, высказывали свое мнение. Участвовавшим в беседе по 16-18 лет. И молодые люди именно этого возраста в группе риска. От того, что я сейчас решусь на этот шаг, никому не будет горько. Большинство людей будет все равно. Большинство людей забудет. А вот то, что ты упускаешь, вот те возможности, которые ты упускаешь, они безграничны. И, похоже, ребята с этими словами полностью согласны. Суицид – это вообще не выход из ситуации. Лучше погулять с друзьями, поговорить на эту тему с мамой, чем сделать такой необдуманный поступок, который лишит тебя жизни. Я бы этого не совершил никогда. Смелости не хватит? Смелости хватит, но на подсознательном уровне. На подсознательном уровне я пойму, что это только будет в убыток, пойдет, и я мог бы совершить еще много хороших дел. Я думаю, слабые люди духом его совершают, потому что это от безысходности, скорее всего. Но на самом деле половина знакомых, которые мне тоже говорили, что мы покончим жизнь самоубийством, они вызывают в себя внимание, жалость к себе. Проект «Поколение Некст», в рамках которого прошла встреча, направлен на создание молодежной среды в библиотеке. В ближайшее время подростков ждут встречи с интересными людьми, курсы профориентации и телемосты с другими библиотеками Ленинского района. Екатерина Борисова, Николай Карбанов, Елена Кошлева. Видно этого.